Продолжаю. Нету универсальных ответов на все вопросы. И когда вы смотрите в закон, вы должны понимать для себя очень важные вещи. Очень важные вещи. Продолжение следует. Но запрет действует? Действует. К примеру, вы говорите маленьким детям, не ссунуть два пальца в розетку. Говорите, да? А это интересно, это понятно. Ну тогда попробуйте ему объяснить принцип электричества. Ему года три, а вы ему объясните принцип электричества. Ну почему, собственно говоря, нельзя? Но ваше нельзя заканчивается достаточно просто. Нельзя. Почему? Потому что нельзя. Вы можете объяснить ему, потому что будет больно. Но на этом все ваше объяснение закончится. Но ребенок подрастает. И вы окружаете большим количеством запретов, или вы даете ему возможность познакомиться с некоторыми принципами поведения? Познакомиться с некоторыми принципами. И принципы, они закладывают поведение человека в различных ситуациях. Если мы говорим о запрете, то запрет привязан к ситуации. И тогда, если вы будете давать вашим детям только запреты, то вы будете подходить к тому, что в любой ситуации он будет зависеть от вашего решения. Поменялась немножко ситуация, и он должен прийти к родителям и спросить, а здесь как? Чуть-чуть изменились условия, а здесь как? Мне еще как-то привлечь к вам внимание? Одного раза было недостаточно. И вы будете все время находиться в зависимости от того, кто определяет запреты. И говорить, «за» или «низя». Но получив в управлении некий принцип, вы будете знать, что вам можно, как нужно поступать в различных ситуациях, руководствуясь чем? Принцип. Я понял, что вы не мне говорите. Я догадывался, что вы не мне говорите, потому что я смотрел в другую сторону. Но помнится, мы договаривались, что кто-то один здесь говорит. Я могу вам не мешать. Итак, принцип. Закон раскрывает для нас некоторые принципы, которыми мы должны руководствоваться. Поскольку Бог вчера, сегодня и вовеки какой? То принципы, которыми Он руководствовался, те же самые. И если мы хотим узнать принцип, то нам стоит посмотреть куда? В Писании. Некоторые люди, как это ни странно, считают себя потомками. Дорогой Александр, если вы будете иметь терпение, то вы узнаете ту мысль, которую я хотел сказать. Я думаю, что спектр, кем себя считают люди, настолько велик, что угадать было бы тяжеловато. Поэтому придется послушать. Итак. Сейчас вы попадете двумя ногами в Маргарину. За все причем. Итак. Некоторые люди считают себя потомками человека, который сказал, «Возлюби Бога и не делай другому, чего не желаешь себе». Александр, скажите, пожалуйста, вы случайно не являетесь потомком этого человека? Хорошо. Ладно. Последовательным человеком, который это сказал. Потомков у него не было. Было бы плохо, если бы вы считали себя потомком. Не слушали, да? Еще раз. Вы не считаете случайно себя последовательным? Человека, который сказал, «Возлюби Бога и не делай другим, чего не желаешь себе». Вы последователь такого человека? Старайтесь быть последователем Гелеля. Я понимаю, что вы сейчас пытаетесь все-таки понять. Потому что вы же сказали его ответ, а не свой. Еще раз. Вам достаточно хорошо знакома эта фраза? Да. А авторство кому принадлежит? Это заповедь «Возлюби Бога». Это что, а не авторство еще было? Ну, ну шо, ну вот. Моисея, наверное. Наверное. Точно. И сможете найти. Ну, на самом деле, история была достаточно широко известной. И до сегодняшнего дня остается достаточно широко известной. Выглядело оно достаточно просто. В иудаизме существовало две школы. Школа Гелеля и школа Шамая. Один человек пришел в достаточно жесткую школу, которая была школой Шамая. Вы уже знаете, что школа Шамая была настоящая такая. И вот он спросил Шамая, может ли он рассказать ему Тору, стоя на одной ноге. Он ему рассказал, куда ему идти. И желательно быстрее, и сопровождал это все. Тем, что он думает в адрес этого человека, ну, короче, попросил его покинуть помещение. Человек был любопытным и пришел к кому? Гелелю. Вопрос звучал точно так же. Может ли он ему рассказать Тору, стоя на одной ноге. На что Гелель сказал? Могу. И сказал, возлюби Бога, и не делай другим, чего не хочешь, себе. И сказал, все остальное, комментарий, приходи и учись. Понятно, да? То есть, фраза, она, в общем-то, была не закончена. Все остальное? И без комментария понять правильно, что значит, таких две простых заповеди, не совсем получается. Здесь понятно? Да, можно вопрос. Попробуй. Я понял. Скажите, пожалуйста, чисто так. Я хотел бы знать, по адресу ли вопрос задал. Не я приходил к ним. И мнения у меня нет. Я ответил на ваш вопрос? Понятно, ну, на все почему, мы не всегда можем дать ответы. Я не знаю, чем он руководствовался, почему его интересовало, чтобы он ответил именно стоя на одной ноге, а не за 30 секунд, или за минуту он ему для этого делал. Я не знаю, почему. Но его интересовало, в общем-то, возможно ли услышать смысл всего за достаточно короткий промежуток времени. Я думаю, что на одной ноге вы недолго простоите. Хорошо, хоть с этим согласились. Итак, мы привыкли к тому, что Иешуа свел весь закон только... А он на самом деле сказал, в чем смысл всего закона. Если вы читаете некую книгу, ну, книжку хорошую, да? Скажите мне, пожалуйста, кто-то к вам продойдет и спросит. А прошу книжка! А вы ответите, про любовь. Это все, что там написано? Смысл? Ну, достаточно. То есть вы знаете уже все содержание. Ну, если вам скажут про любовь, то вы знаете уже все содержание этой книжки. Знаете, нет? Нет. Если вам сказать... Я тусая, хорошая книжка. Скажите, про дружбу. То вы тоже знакомы со всем содержанием. М? А если вам сказано, возлюби Бога, возлюби ближнего, то вы знакомы со всем содержанием. А многие думают, что знакомы. Многим пришла в голову светлая мысль о том, что если он сказал, возлюби Бога, все силы, все крепости и разумения, и возлюби ближнего, как самого себя, или не делай другим того, чего не желая себя, они знакомы автоматически со всем содержанием Библии. Ну, такая светлая мысль кому-то пришла в голову. На самом деле, я думаю, что содержание несколько шире, чем эти две заповеди. Понятно, о чем идет речь? Итак, познакомиться с принципами мы можем, изучая содержание. Познакомиться с принципами мы можем, изучая содержание. И если мы не будем этого делать, то, возможно, мы не узнаем чего? Содержание. Ну, соответственно, и принципов тоже. Понятно, что я над вами издеваюсь? Хорошо. Возвращаемся к жертве всесожжения. Слава Богу. Согласен. Я же все пытаюсь, а вы у меня в сторону все время. Итак, наступает счастливый момент, когда он возлагает руки, и эта жертва приобретает благоволение в очищении грехов. То есть, грехи этого человека покрыты. И грехи этого человека покрыты. Или искуплены, прощены, прощены, да, прощены. Прощены. Бог простил. Поскольку он покрыл, то он их и простил. Это значит, что Всевышний не будет взирать на них и сможет принять человека. И дальше наступает некий процесс продолжения принесения в жертву. Она принесена, но надо все это завершить. И взяли, зарезали бедную скотинку. Кто это сделал? Священник. Сначала делали те, кто привел. Священники. Тот, кто привел. Ну, по тексту очевидно, что тот, кто привел, а не священник. Опять. Это не жертва за грех. Внимательно. Жертва Всесожжения это не жертва за грех. Это жертва Всесожжения, жертва приятная, благоухание, Господу. Это та жертва, которая сжигалась полностью, и священник ничего не получал. Это другая жертва. Это не жертва за грех. Но жертва Всесожжения приносила искупление от грехов. Не от осознанного греха. Не от греха, который был открыт. А вообще от грехов. Разницу чувствуете? Жертва Всесожжения не предусматривала покаяния. Жертва за грех была обязательной. А эта жертва была какая? Добровольная. Итак, тот, кто приводил эту жертву, судя по тексту, должен был ее и убить. И заколит тельца перед Господом. Сыны же Ааронова, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинет собрание. Обязанность скропить жертвенник была чья? Священников. Приносящий не мог этого сделать. Далее. Снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Кто? Молодец. Приносящий. Сыны же Ааронова, священники, положат на жертвенника огонь и на огне разложат дрова. обязанность сложить дрова на жертвенник и разводить огонь это была обязанность священника. И разложат сыны Ааронова, священники, части, голову и туг на дрова, которая на огне на жертвеннике. А внутренность жертвы ноги ее вымоет он водою. Кто он? Человек приносящий. Угу. И сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение жертвы благоухания и приятных Господу. Понятно, да? Значит, я не буду вдаваться в подробности жертвы всесожжения из мелкого скота, жертвы из птиц, нет, стоп, 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 жертва из мелкого скота. Это какая жертва была? Не внимательно меня слушайте. Если жертва всесожжения из мелкого скота, это какая жертва? Всесожжение. Если из птиц приносят Господу всесожжение, какая жертва? А при чем здесь хлебная? Просто внимательно надо слушать. Итак, я не буду вдаваться в подробности и разбирать подробно отличия принесения в жертву птичек и мелкого скота. Мы принципиально говорили с вами о том, что размер жертвы определялся чем? Достатком приносящего. И не размер жертвы имел значение. То есть мы не говорим о том, что если это было из крупного скота, настоящая жертва, это было жертва, так жертва. А из птиц не считается вообще. И то, и то названо как? Жертва всесожжения. И то, и то приносило тот же самый результат. Да? И то, и то жертва благоухание приятное Господу. И когда мы говорим об этом, то центром становится не приносящий, не жертва, а центром становится тот, для кого ее приносили. То для кого предназначалось это благоухание. Жертва всесожжению полностью принадлежала Всевышнему. Она полностью предназначалась только ему и больше никому. касалась полностью только Всевышнего. Понятно, да? Жертва всесожжения была приятным благоуханием. Размер при этом не влиял на благоухание. мы думаем иногда, что если мы побольше пожертвуем, то побольше получим. или ему будет просто приятнее. А он говорит, мне приятнее не размер, а состояние, в котором человек обращается ко мне. Понятно? не размер влиял, а состояние. Ясно, да? С этим разобрались? Ну, я надеюсь, что разобрались до того. Сейчас мы просто освежили. важный момент. С эстетической точки зрения выглядело очень некрасиво. С эстетической точки зрения выглядело очень некрасиво. Забой скота. ооо, это правильно понимаем, страшное зрелище. Если кто-то когда-то был на бойне, это то место, где убивается скот, тот понимает, о чем идет речь. На базаре, я вам скажу, это детский лепет на лужайке, по сравнению с тем запахом, который вы можете обонять на бойне. Там ничто хочешь, в общем, там очень неприятные вещи. Вы знаете, когда животные плачут, рыдают, просят не надо. я тоже имел отношение некое к Бонне. Я там не работал, я просто управлял. Они знают, куда их ведут. Потом они еще гадят. Что очень неприятно. На прощание, да, они таким образом прощаются. потом, когда вы расчленяете животное и достаете то, что там внутри, оно тоже, в общем-то, не очень приятно пахнет. И мыть все это дело тоже не занятие приятно. Весь процесс не доставлял эстетического удовольствия участникам процесса. И в общем-то запах был тоже не благоухание. Понятно, да? Понятно, о чем я говорю? Послушайте, абсолютно не случайно язычники украшали место принесения своих жертв. Они пытались украсить это место. Поэтому Всевышний запретил украшать каким-либо образом то место, где приносились жертвы ему. Он не хотел, чтобы кто-то мог подумать, что это приятно и красиво. Он не хотел приукрашивать место, где был грех и ответственность за него. Не сам грех присутствовал там. Туда приходила ответственность за совершенные грехи. И здесь никакой красоты не было. Ответственность за совершенный грех это смерть. В данном случае это смерть животных, а не человека. Но ничего красивого у смерти нет. И приукрашивать ее нельзя было. В общем-то здесь последствия представляли для человека в том непривлекательном виде, в котором они были на самом последствия греха ничего привлекательного из себя не представляют. Понятно, да? в Торе. Там найдете. Пока придете, поверите мне на слово, проверите, если я ошибаюсь, скажете. Ясно, да? Ленточки никто не вязал на деревья, никто не садил, ничего там такого такого не было. У жертвенников языческим богам там садились, как правило, деревья, рощи, ввязались всякие веревочки, еще что-то хорошее делали, то есть, ну, как-то приукрасить это место. Ни в мешкане, ни позднее в храме ничего подобного не происходило никогда. Вы догадываетесь, что если достаточно подробно и четко описывался мешкан и все его устройство и там исключено были какие-то дополнительные украшения в виде деревьев и чего бы то еще, то на самом деле нельзя было этого делать. И если кому-то пришло эта светлая идея в голову, его бы наверное спросили, а зачем это собственно говоря? Ну существовал запрет. Здесь все понятно? Переходим еще к одной жертве, которая называется хлебное приношение или хлебная жертва. Хлебная жертва являлась частью жертвы всесужения. Итак, если душа хочет принести добровольно, если кто-либо принести пожелал жертву хлебного приношения, то из тонкой муки. Если вы будете читать другие переводы, то вы обратите внимание, что существует момент упущенный в синодальном переводе. В тех четырех переводах, которые были доступны мне Ветхого Завета, этот момент был не упущен. В синодальном переводе написано просто, если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки. На самом деле написано из тонкой пшеничной муки. В помоле. В помоле. Понятно, что тонкая мука отличается от нетонкой муки. Тонкую муку не использовали в пищу люди. Тогда процесс приготовления муки отличался от процесса приготовления муки на сегодняшний день. И был достаточно трудоемким. Поэтому люди, как правило, пользовались мукой грубого помола. Здесь предъявляются четкие ясные требования к величине помола. это не то, что было обычным для человека. Абсолютно точно. Для принесения жертвы должно было быть затрачено больше труда. Нет, тому, которое сейчас используется, даже приблизительно не подходит. Почему? достаточно просто. Мука, которая получается сегодня, она получается из цельного ядра. Понятно, да? То есть часть, которая повеяна была, мы имеем цельное ядро. Тогда она была из всего ядра, из всего зерна получалась. не из ядра, только не из ядра. Ну, это принципиальное отличие в том, из чего делалось. По величине подходит, я думаю. А то, из чего делалось, нет. Там все зерно использовалось. Оно провивалось, и потом использовалось все. Здесь мы когда то мы его еще обмолачиваем, снимаем все с него, получаем целое ядро, и потом уже. Есть разница. На сегодняшний день начал появляться хлеб со трубами, да? Говорят, очень полезно. За это берут дополнительные деньги, обрабатывают меньше. Требуют меньшей обработки, а берут денег больше. Ну, потому что полезно. Я прошу прощения, я не врач, диетолог. Вопрос не по адресу. Кушайте хлеб, который вам больше нравится. Это ваше дело. С точки зрения Писания я не смогу ответить. Понятно, да? Итак, из тончайшей или тонкой муки. Закон, опять-таки, не обязывал приносить. Это только веление чего? Души человека. Там используется буквально слово какое? Нефиш. Душа. Обращалась к душе человеку. Эта жертва не предусматривала убоя животного. Тут не убивали никого. Но по своей значимости она была ничуть не меньше и не уступала. потому что по своей значимости она не уступала. Бог не делал отличия не говорил вот это лучше это хуже. Это именно потому что вы убиваете оно лучше. А потому что здесь никого не убили так это не так хорошо. Принципиальное различие? Ну потому что тут не приносилось жертву жизнь. Опять ошибочка вышла. Принесение жертвы хлебной не отменяло жертву всесожжения. И тут появится такое понимание странное достаточно. По отношению к той жертве не говорится что она святая святых. А по отношению к хлебной жертве говорится о том что она является предметом особой святости. Великая святыня. еще раз ну да хлеб всему голова не это не отсюда вы не поверите все жертвы указывали на все жертвы заходить нас тут много пожалуйста я думаю что в зависимости от того что вы хотели узнать не байдужи люди вы наверное как мы поступим вы подождите пару минут мы попросим человека который в курсе выйти к вам и поговорить с вами хорошо спасибо большое послушайте был продукт был продукт и смотрите какая вещь вот продукт булочку я уже съел простите меня она была из тонкой муки я уверен в этом но я ее уже съел скажите пожалуйста это сейчас подожду пока дочитаю я пытаюсь ответить на ваш вопрос есть продукт он приготовлен из муки да да из муки окей это святое с каких дел еще раз еще раз это святое пока еще нет ага кстати никогда не будет я знаю знаете это как в том вопросе знаете странные ребята евреи они благословляют бога а христиане пищу я ответил да разницу чувствуете кого надо благословлять молодцы вот так и делаете пищу кстати тоже благословляете ничего плохого не будет правильно ну все же для нас опять он конечно должен благословить пищу в тему это был верный знак есть свинину да но Петр тогда этого не понял сел на крышу и думает ё-моё шо бы это значило кстати не ел а ему сказано было кушать сопротивлялся не ел ага да чего не коснись сразу веселуха начинается и так вот это по принципу не может быть никогда понятно да потому что там ну требование было кстати дрожжей или что-то постороннего не должно было быть даже меда нельзя было даже меда нельзя было представляете ужас как он там наверху принимал все без меда вообще невкусно он это не ел шо скажите мне пожалуйста а он это кушал я понял я понял что вы не для него я к тому что оно вкусное было важно было да там отдельно с солью это отдельная история она должна была присутствовать а скажите мне пожалуйста идет речь о вкусовых качествах того что приносится его кто-то ест он спрашивал человека слушайте что я пью кровь козлов и тельцов мясо может быть я ем оно мне надо нет вот эта мысль должна оставаться мы разбирались с одной простой мыслью что оно ему не нужно он не питается этим его не интересуют вкусовые качества того что вы приносите или не приносите он это для себя не использует это нужно для кого для меня но я его тоже не буду кушать потому что оно все сгорит но в данном случае не все в первом случае все сгорало во втором случае сейчас мы будем выяснять что он не все сгорало кое-что оставалось и были те которые это кое-что ели вот их могли интересовать вкусовые качества они могли сказать слушайте а почему кстати без меда но в данном случае пока без меда итак ничто квасной не должно было присутствовать мука елей пока на этом остановимся да пока да принесет пшеничной муки тонкого помола вылит на нее елей и положит на все это сверху ливана это такая пахнущая смола пока картина понятна мука елей еще лаван ливан смола сильно пахнущее какое-то средство итак жертве предъявлены опять-таки требования и и принесет ее к сынам аароновым священникам и возьмут они такие опять будут брать к ним надо опять такие прийти и они чего-то будут с этим делать понятно да если требования к жертве не соблюдаются то жертва не жертва и если они приносят квасе петиному другу а петин друг он друг священника считается не надо принести только к тем которые ну собственно говоря священники и польет оливковым маслом опять тонкие замечания относительно муки мука продукт требующий достаточно большого участия человека и его труда причем здесь дополняется все требованием чтобы мука была не обычного помола а специального помола то есть требуются еще дополнительные усилия точно так же масло продукт который требует дополнительных усилий для его получения понятно да здесь идет речь о том к чему было приложено достаточно много усилий с человеческой стороны что символизирует посвящение труда человека кому всевышнему очень важная часть здесь идет речь о посвящении нашего труда всевышнего то что доставалось нам в общем-то непросто в первом случае помню приносили в жертву какие животные домашние тоже требовался наш труд но там приносилась жизнь здесь приносился чисто труд человек итак дальше что-то происходило и принесет ее к сынам и аронам священникам и возьмут полную горсть муки с елеем полная горсть чья была священника заметьте что не оговаривался размер горсти нет горсть должна была быть полной но если позвать сюда раввина Валентина и взять померить его руку мою у нас горсти будут одинаковые а можно еще кого-то позвать и рука будет какого другого размера то есть соответственно размер горсти у человека может быть какой праздный но всевышнего не интересовал размер горсти сколько там будет важно чтобы горсть была какой священника и полная размер священника его вполне устраивал то есть большой священник или маленькие физические ну параметры священника не имели при этом никакого значения то есть если священник был здоровый рука у него такая здоровенный он так взял так взял вот это жертва так жертва а если тот который маленький жертва но уже не та так вот на самом деле не имело никакого значения то что мы говорили изначально я подчеркиваю подчеркиваю еще раз подчеркиваю размер жертвы не важен важно то кому она приносится и насколько она соответствует требованиям тому кому она приносится священник брал горсть правильно то бишь не все что там было там еще что оставалось но совсем и ваном еще раз когда вы поливаете муку елеем и берете часть муки то часть елеем может остаться где там куда вы это полили то же самое с мукой он брал не всю муку значит часть елея могла остаться и часть муки могла остаться и оставалась потому что если бы он принес только на горсть то непонятно какую горсть и так дальше можно ли взять нормальную горсть там было много больше чем нужно муки и елея соответственно было нормально он выливал туда и когда священник запускал туда руку он брал полную горсть и часть муки и часть елея оставалась там но отдельно оговаривался момент весь льва потому что он полностью принадлежал богу эта часть не предназначалась для левита лаван лаван брался весь он предназначался в приятное благоухание Всевышнего и не части этого благоухания не принадлежало священнику ему не доставалось простите ничего это одно и то же то есть в разных переводах это названо по-разному это пахнущее снова теперь смотрите следующий момент часть жертвы названа это как что память на жертвеннике приношение хлебное называлось еще памятной частью часть приношения хлебного которая возлагалась на жертвенник называлась памятной частью все что принесено являлось чем все принесли еще раз смотрите принесли какой-то сосуд в котором находится мука налили туда еле налили сверху положили леван он он зачерпнул одно забрал все другое и осталось то что он не забрал вот то что он не забрал чего жертва и вот то что осталось то жертва или нет жертва то что осталось являлось жертвой а та часть которую он взял в ручке, являлось памятной частью хлебной жертвы. То, что ложилось на жертвенника, воскурялось, было приятным благоуханием для него и памятной частью. Понятно, да? То, что оставалось, остатки. Что оставалось? Остатки. Кому принадлежали? Сыновьям Аарона. Священникам. И это названо великой святыней. Из жертв Господних. Причем, жертва всесожжения, мы говорили, это была величайшая жертва. Жертва всесожжения была величайшей жертвой. И была святыней. А жертва хлебная была добавочной жертвой. Ну, была. Какой жертвой? Великая святыня. Святой святых. Вторая жертва, хлебная жертва в русском переводе, которая названа приношение хлебной Аарону. Здесь написано великая святыня. То в оригинальном тексте названо святое святых. Круче ничего не бывает. Больше ничего придумать нельзя. Да, остатки. Мы будем позднее говорить и проводить параллель, какие святыни были просто святыми, какие предназначались в приятное благоухание, а которые являлись святыми святых. Там есть различия, оказывается. Обращаю внимание, жертва была не самой великой, но то, что от нее оставалось, было святым святых. Великой святыней. Стоит обратить внимание также на следующее, что эта жертва точно так же указывала на Ишуа, как и жертву всесожжения. Потому что в Иоанна 6 главе 55 стих И по плоть моей есть истинная есть пища. Иоанна 6, 58 Все есть хлеб, сошедшие с небес. А Ишуа говорится как о истинном хлебе и истинном пище. Что указывает на ту же самую что? Жертву. Пока понятно, да? Хлебная жертва указывала на Него. И Он был хлебной жертвой. Точно так же, как и жертва всесожжения. Понятно, да? Здесь понятно, спрошу? Вопросов нет? Хлебная жертва имела множество форм, и разнообразная она была. Дальше, когда вы будете читать, вы это сможете что? Увидеть. Вторая глава, одиннадцатый стих. Никакого приношения хлебного, которое приносится Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должно выжигать в жертву Господу. Как приношению начатков приносить их Господу, а на жертву не должно возносить их, а приятное благоухание. Приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей бы соли, завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Понятно, да? Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, принеси в дар от первых плодов твоих из колосев, высушенных на огне, растолченные зерна, влей в них елея, и положи на них лавана, и это приношение хлебное, и сожжет священник в памятную часть из елея ко всем лаванам. Это жертва Господа. Понятно, что жертвы были многообразные, и, в общем-то, различные. Но здесь описаны жертвы огня, но не написано, что есть какая-то часть, принадлежащая кому? Священнику. Вообще, то, что не являлось пищей священника, не называлось великой святыней. Как правило, то, что являлось частью принадлежащей священнику, называлось великой святыней. Понятно? Потому что была часть уже, предназначенной для них. И это накладывало ограничения на употребление в пищу. Жертвы не имели свободного хождения. В отличие от идоложертвенного. Идоложертвенное потом могло иметь свободное хождение. непонятно. Не всем. Спокойно. Итак, то, что являлось святыней или великой святыней, не могли кушать никто, кроме священников и чистых в их доме. Некоторые части должны были причем съедаться только на святом месте. Священнику, которому полагалась часть жертвы, не мог продать ее, подарить ее, разделить ее с кем-то, кто не был членом его семьи. Понятно, да? некоторые причем вещи, части жертвы, нельзя было есть вне храма или вне мешкана, даже выносить нельзя было. Все оставшееся должно было быть сожжено. теперь понятно, о чем идет речь? То есть жертвы не имели ограниченное хождение. В языческих храмах, в общем-то, забивались животные, животных было много, и на этом делали бизнес, потом продавая этих животных, убиенных. Здесь этого не происходило. Жертвы имели ограниченное хождение. Итак, будем считать, что мы закончили часть, которая называется хлебной жертвой. Хлебное приношение или хлебная жертва. Вопросы по этой части? У матросов нет вопросов. Видите, как хорошо. Завтра нам осталось еще немножко, буквально большую часть, мы можем в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok